Кто для президента герой? Плюсы и минусы ЕГЭ и признание Приднестровья как главная цель. Об этом и не только сегодня Вадим Красносельский говорил со школьниками, суворовцами и кадетами. Диалог вышел далеко не детский. Такие встречи проходят традиционно. Это инициатива президента. Ребята с удовольствием делятся с ним, планами на будущее, говорят о своих проблемах и, конечно, рассказывают о достижениях. Десятиклассник Максим Максимов из Денистровска рассказывает президенту, как помог Министерству просвещения разработать телеграм-чат-бот. А еще предложил провести слет юных талантов в сфере IT-технологий. Президент идею одобрил. Я считаю, что это поможет развивать в республике информационные технологии и это поможет уменьшить текучесть кадров на фоне юноармейских таких же движений, как юный патриот Приднестровья и юный инспектор движения. Я еще подумаю, как это сделать. Время-то есть как раз, летний период времени. Если начинать, то где-то вот уже сентября-октября, но идея здравая. Эмилия, молодая художница из Рыбницы, рисует иллюстрации к народным сказкам. Мечтает передать их в детский дом. Об этом рассказала президенту. Ко дню защиты детей, чтобы они почувствовали через мои иллюстрации любовь и тепло, в которых они так нуждаются. Вы хотите насовсем или как выслуху передать? Насовсем. Ну, тогда мы определимся. Хорошо. Спасибо большое. Звучали от школьников и кардинальные предложения. Например, отменить ЕГЭ. Кстати, Вадим Красносельский от него тоже не в восторге. Все-таки для меня классический экзамен, он в приоритете. Классика, жанра, знания, тема, билет, ответ, работа с преподавателем. Еще у президента спрашивали о героях. Наверное, самый первый – это отец мой, да. Царство небесное. Прежде всего так. Ну и, конечно же, есть ряд исторических личностей, которые заслуживают искреннее уважение за сделанное, да. За ратный подвиг, за государственный подвиг, за жизненную позицию в том числе. Это Александр Васильевич Суворов. Ну, само собой разумеется, наверное, как для человека военного. Да. Царь Александр III. И Петр Аркадьевич Столыпин. Говорили об учебе, путешествиях, дружбе, карьере и, конечно, о семье. Это то, что очень волнует Иоанну из Первомайска. Она дочь священника. Учится в девятом классе. В каком возрасте лучше устраивать свою семейную жизнь и как понять, что именно с этим человеком лучше строить свои отношения? Мы с супругой заключили свои отношения. Было бракосочетание, когда нам был 21 год. 21 год. Сын старший в 20 лет. Дочка, получается, в 26 лет. Вот. Средняя. Ну, младше еще там 12, понятно. Маленькая еще. Ну, вы знаете, вот определить возраст невозможно. И посоветую тоже. Ничего не могу здесь. Это как придет. Ну, одно только могу сказать. Господь дает чувство, как любовь, наверное, один раз в жизни человек. Настоящую любовь. И вот очень плохо, когда проходишь мимо нее. А потом все остальное как-то не то. Карьера тоже важна, в принципе-то. Но нельзя говорить, что нет, вот семья и карьера потом, или карьера семья потом нет. Все должно быть гармонично. Можно все успеть. И семью, и карьеру. Притом одновременно. И для меня это очень волнительный вопрос, потому что, конечно же, в будущем хочется построить крепкую семью, хочется иметь детей, любящего мужа. И именно поэтому мне захотелось узнать, какая семья у президента, вот, что для него значит именно семья, любовь, дети. Для меня пример его жена. Она очень, очень женственная. Также президент рассказал о своей главной цели – добиться международного признания Приднестровья. Без подарков и фото дети не ушли. Продолжение следует...